Здравия желаю, товарищи зрители! Мы продолжаем обзор новинок патча Жарптицы. И сегодня у нас на разборе так называемый Сцимметар. Это новый британец, пятого ранга, боевого рейтинга 7.7, который по сути является гусеничной версией Фокса. Боевой модуль у нас точно такой же, автоматическая пушка L1-A1, но побольше боезапаса. 165 снарядов против фоксовских 90. Но при этом машина стала тяжелее, несмотря на то, что толщина брони такая же примерно. То есть разваливается он от чего угодно, так что разгон, например, тоже хуже у него стал. И опять же, если сравнивать его с Фоксом, то мы с вами лучше забираемся в горочку, потому что Фокс колесник, ему тяжело, а Сцимметар имеет гусеничный ход, но при этом он медленнее, 81 км в час, причем задом, кстати говоря, тоже. Соответственно, углы наведения, скорость поворота башни, качество снарядов, но имеется в виду номенклатура, осталась абсолютно такая же, как и на Фоксе. В топе мы стреляем под калиберной лентой на 100 мм бронепробития, также есть небольшие фугасики на 85 грамм тротила, можно, в принципе, по какой-нибудь зенитке или самолёту долбануть, и полубронебойные в стоке на 50 мм пробоя. Тепловизора у нас нет, ничего такого особенного нет, как и стабилизатор. И вот с такими вводными мы сейчас с вами пойдем в рандом, смотреть, как он себя чувствует. И, честно говоря, я не совсем понимаю смысл добавления его в игру, потому что, блин, есть Фокс. Если есть Фокс, зачем нам то же самое, только на гусеницах? Хотя, кстати, по габаритам они примерно одинаковые. С Амидар, кстати, даже, наверное, пониже будет. Так что ныкать его так же легко, как и Фокса. Ну, наверное, знаете... Вот, кстати, Фокс перед нами едет, видите, мы как бы ниже его немножечко как будто бы. Наверное, знаете, я сейчас подумал, что может быть еще в плюсах. Я, походу, догадываюсь. У нас звук двигателя не такой громкий, как у Фокса. Если Фокс слышно вообще прям очень издалека, то наш с вами танчик будет, Самитаровский, слышно чуть-чуть ближе. Начинаться, имеется в виду, будет слышно его. Вот, еще из минусов хочу отметить зум. Вот, мы сразу прицелились. У нас, во-первых, нет приближения практически, и зум сразу большой. То есть автоматически большой, то есть на близкую дистанцию выцеливать противника тяжело. Особенно, когда он на вас там выезжает резко из-за угла. Вы такие в прицел хоп ставите, а у вас зум большой. И, типа, надо как-то вот на третьего лица стараться, наверное, стрелять в близкую дистанцию. На среднюю и дальнюю лучше, конечно, стрелять через прицел. Сами по себе подкалиберные снарядики вот эти, они вроде бы и неплохие, потому что у нас Варьер такую же пушку имеет с такими же снарядами. И там я вам скажу так, что при удачном объезде вполне себе пушка способна на фоне других каких-то автоматических пушек. Но у нас очень медленная скорость стрельбы. Сколько там, если быть точным? 80 выстрелов в минуту. То есть вообще ни о чем. Медленно-медленно стреляем. А вот и Лёпик. Здрасте. Но зато вот эти снаряды, они, в принципе, при пробое имеют неплохой урон, как мне показалось. Во всяком случае, для 30-ти миллиметровой пушки. Так, первый фраг мы, кстати, сделали Леопарда. Ну, Леопард разваливается, конечно, быстро и легко. Тут уже ничего, как бы, Лёпик нам противопоставить не может. Вот еще... Ого! Ох! Ох, как это было внезапно! А вот и проблема приехала. Наша главная. Это наличие тяжелобронированных противников. Когда они есть, нам не хрен делать на карте, на самом деле. Потому что просто мы не потянем его пробить. Если только прям совсем в борт забираться, как-то там хитренько, тогда можем. Ну, кстати говоря, вот это плюс этой подкалиберной ленты, то, что она одна из немногих, кто может тяжелобронированную технику пробить в борт. Потому что, если взять тот же БТР, он далеко не всех в борта пробивает, как и другие машины. ты меня не видишь, понял? Меня тут нет. Я вообще не настоящий. Блин, походу, он меня увидел. Ну, гид цифрян, там вот пушку буду сломать. О! Спасибо! БМП-1 заптурил тигра. Ну, кстати, реалистично очень. Тигры королевские. БМП-1 с птурами. Все друг с другом воюют. Хорошо, красота. Напишите в чатике, что вы думаете по этому поводу. А мы пока поедем дальше. Разумеется, машина, Симитар, как и Фокс, это машина поддержки в первую очередь. И вот такие легкие танки предназначаются в первую очередь для подсвета противника. И, соответственно, помощи своим союзникам. Если по вашему засвету будут уничтожать, как я и миллиард раз говорил, вы будете получать уменьшение количества очков возрождения на самолет. У меня вот был интересный момент, когда, я помню, то ли 10, то ли 11 ассистов сделал с помощью засвета. И у меня самолет стоил дешевле, чем танк. То есть, танк стоил 230 очков, самолет стоил 206. Вот, настолько можно сильно уменьшить количество очков на возрождение. Имейте это в виду, это очень полезная фишка, и ей надо обязательно пользоваться. Ну и, разумеется, засвеченный противник скорее всего будет замечен вашими союзниками, если вам повезет. О, кстати, никто не мог пробить ни БТР, ни другая китайская зенитка М-47, а мы подъехали и пробили его, потому что можем. А там, по-моему, Маус, судя по звуку. Да, это он, наш родненький Маус, которому мы можем вот сломать гусеницу, я не знаю. Я не знаю, что нам напротив Мауса делать. В принципе, делать-то и нечего. А вон второй Маус. Боже, а я смогу подъехать вплотную и расстрелять его как бы вот так вот, типа. Нет, не могу. Не багается броня, к сожалению, прогробному. Блин, у нас Бэха есть. У нас Бэха не стреляет. Блин, а раньше этот баг поджигался, по-моему. Здоровенький. Так, ну хорошо, что мы можем зато задом вот так вот быстренько сдать и отъехать назад от врага. Ну еще было бы неплохо, если бы мы могли пробить флоповую. Но, кстати, легкобронированная техника, как ни трудно догадаться, естественно, разваливается от наших попаданий. Но она, как видите, здесь не всегда что-то встречается. Мне показалось, что на немцах, на этом самом, на новом, на 7.3, который катается, я на него еще обзор сделал. Мне кажется, на нем чаще как будто легкобронированная техника встречается. А это вообще что едет? Это Мардер? Он за Мауса спрятался. Что за фигня? И как нам его расстреливать? Прикажете? Так, уже никак. Его разбомбили. Но зато можем вот так вот спокойно стоять за заборчиком и по чуть-чуть подсвечивать противника. Если у вас активная разведка откатана, то у меня сейчас, например, нет. Там вот далеке кто-то проехал. О, Бэха. Вот ее мы точно пробьем. Пожалуйста, два выстрела. Целая Бэха отъехала в ангар. Так, и меня спалил чел, походу. Угу. Засвет через стену работает. Отлично. Мне нравится. Мне нравки. Так, ну-ка. Есть. Неплохо. Не ожидался, что он рванет сразу. Так, еще и что-то легкобронированное. Блин, не хватило заброневого воздействия. Надо было с пулеметика пострелять. Вот, благо он у нас есть по М56. Всегда стреляйте пулеметом. Он отваливается с любого калибра вообще. Даже если у вас был какой-нибудь 9-мм Томсон, он бы с него тоже бы отъехал, потому что экипаж полностью в открытую сидит. Мне кажется, мы не пробьем его. Да, не пробиваем. А под браунинг, вот так вот, как я сейчас выехал, не стоит выкатываться. Кстати, неплохой результат у нас на удивление получился. Фарм, конечно, ну, такой себе, но 5 фрагов, 3 асиста и 1 захват это вполне себе ничего такой результат для сомнительной эффективности машины. Выдвигаемся дальше. В этот раз нам выпала восточная Европа вот в таком вот исполнении. И я думаю, у нас тут только один вариант поехать куда-нибудь вот сюда наверх, либо вот сюда в домике зеленки. Но я, наверное, лучше на верхний респаун. Ой, смотрите, Сцимитар, X7-800 и Тип-87 РСВ, еще один X7-800. И вообще ни одного танка на нашей стороне. В лобовую там и ничего сделать-то толком не можем. Если выкатится БТР, ладно, выкатится БМП, ладно, выкатится Королевский Тигр или Т-34. Ну и что мы будем с ним делать? Ничего. Максимум можно, конечно, расстрелять гусеницу, сломать ее и остановить танк. Но таким образом ты себя как бы лишний раз пропаливаешь. Ай. Чего? Что это было? Я не знаю, товарищи, что это было, но в нас как-то крибо попал 906-й объект. Судя по всему, камерником, который и взвелся. Он меня, правда, засветил, походу. Вот Лёпика мы еще можем подстрелить. Кстати говоря, он меня тоже пробил, но с нюансами. О! М103, по-моему, да? Не, у меня экипаж то вынес. Маленький гад. Все, разменялись с первым Леопардом. Лоб в лоб с Лёпиками воюем. Бабах! Кстати, странно, что он на подкалях мог бы кумулятив зарядить хотя бы. С кумулятива то шансу побольше такую машину вынести. Блин, теперь вообще непонятно, что происходит. В захватывают, С захватили уже. Наши только А смогли забрать. Куда выдвигаться? Честно, понятия не имею теперь. На самом, 60-й в кого-то стрелял. Он его не забрал. А мы как бы и так с Лёпиком перестрелялись. Значит, там не Лёпик, а кто-то еще. Так, сейчас я услышал звук двигателя. М-113-я скорее всего никуда не поедет. Блин, вон 906-й еще один. Дораза. Спереди что-то едет. Зенитка. Так, забрали 906-го. Так, вот тут еще кто-то. Блин, тест РВ-103-й. Ха-ха. А с ним-то мы что делать будем? В лобовую-то. А? Да ёпт, ты уж бать. Только выкатился уже, блин, стреляют. Экипаж минус. Так, все, он задом поехал сдавать. Кстати, дымы почему-то в бок кидает. Вместо того, что... Ай. Вместо того, чтобы кинуть его как-то перед собой, он когда-то в бока кидает. Так, рискуем. Почему здесь домик? Блин, я не фишу его. Ай. Ну, не надо. Ну, не нужно так делать. Не надо. Блин, все, сгорели. Все пятки. А, вы видели только что геймплей лучшего игрока этого боя. Три фрага, два ассиста, и все, мы закончились. Куча противников, лобовая атака, и ничего мы уже сделать с вами не можем. Следующая гарта, которую я не люблю, называется она Компания. Она же бывшая Италия. Не люблю я ее, потому что она слишком большая, с огромным количеством поворотов, закоулков, где люди постоянно теряются. И это, конечно, не прикольно, но, тем не менее, попробуем. Вот, кстати, потенциальные три фрага наших в любую проекцию. Гвоздик и два Бутаэра, если советы будут против нас. Тип-61 вроде в лоб мы тоже можем пробить. Две штуки. Тип-60, акация, ну, то есть вот половину команды, там, часть японцев, часть советов мы с вами пробиваем. Ну, и, конечно же, легкобронированных американцев. А я попробую, знаете что, попробую проехать на точку Б. Кстати, обратите внимание, ехал вроде неплохо, чуть-чуть поддал в бок, и мы потеряли огромную часть скорости. Это, конечно, тоже минус такой существенный. Также хочу поделиться своими наблюдениями вот с этими снарядами подкалиберными. Они вроде как пробивают, но иногда урон по модулям крайне низкий, хотя по идее должен быть наоборот достаточно высоким. И случаются моменты, когда вот как бы не успеваешь расстрелять какую-нибудь зенитку. Даже если ты стреляешь в правильное место, прям по боекомплекту, по наводчику, по командиру. снаряды просто мимо пролетают, как-то вот не регает ничего. Враг каким-то образом через всех наших союзников смог проехать на точку С и захватывать ее. Такие моменты очень сильно удивляют. Типа, вас уже окружили, выбили отовсюду, уже респаун вам жмут, а они откуда-то берутся и сзади в итоге. Еще раз, штучку А у нас тоже зажимают, причем вон там много народа засвечено. Главное, нам сейчас на какого-нибудь Т-шку американскую не выкатиться. Я, конечно, слышу кого-то здесь на точке, разумеется, тут кто-то есть. Ствол сломал. Ну, прогореть не хотите, пожалуйста? Ну, отъедь ты уже. Конечно, вот пока мы тут стоим, расстреливаем его, пытаемся еще это сделать, он его друг уже едет сюда. бэхо, выкатился из окола, а там еще три противника едет к вам. Прекрасно, вообще, конечно. Очень крутая эффективность, конечно, у нас в этом бою, просто невероятная. Походу, они просто услышали, как я по нему стрелял, поняли, что там есть враг, и все вернулись. Ай! Нифига себе, это что было и кто это был? Это был М56, которого я даже не увидел. Уничтожил нас кумулятивом, просто в какой-то пиксель башни. А вот он стоял. Но его и не видно было, да. Итоги боя просто топовые. Два выезда, ноль всего. Даже ассист не дали, потому что всех, кого я засветил, некому было уничтожать. И снова нам выпал заброшенный завод. Ну что, наверное, так же повторим проезд на точку С. Только, наверное, не на саму точку, я сейчас немножко левее поеду. Посмотрим, что получится из этого. Но главное, какие-то укрытия использовать. Где-то за ними постоянно передвигаться. Я чувствую, что есть два варианта отыгрыша на сциметарии. Это первый. Используя укрытия, ныкаться где-нибудь, прятаться до последнего, не отсвечивать и атаковать потом в борт и в корму. Также останавливать противника по гуслям и выламывать стволы стараться. Ёпты. А это что? Кто это? Это был Леопард, которого я ваншотнул, кстати. Тут еще один. Кто там? Зенит какая-то написана по карте. А, это ЗСУ-57-2, я понял. Короче, вот прямо сейчас нам просто повезло. Блин, еще один колесник, визель. Давай, М60, бери его на себя. Давай, давай, давай. Он ждет меня. Ну, завалите вы его уже. Ладно. Спасибо, что отлег РМЛ, красавчик. Блин, вот визель вот так вот встретить. Причем, смотрите, визель намного меньше нас и спокойно, разумеется, нас расстреливает с автопушечки своей. Так, АМЛ, он что-то никуда не поехал. Ой, впереди Бэха проехала. Бэху уничтожили, а там какая-то туровозка стоит. О, визель. Ой, не визель, мардер. Кстати, тоже ваншотнули. Что-то я удивлен, честно говоря, урону. Причем, если он начнет закиливать нам автопушкой, ему, конечно, будет немножко попроще, чем нам по нему. Все-таки скорострельность решает в некоторых моментах. А наша, она прям, конечно, гипермаленькая. Потому что одно дело иметь хороший урон у самого снаряда, но другое дело, чтобы этот снаряд попадал. Так, попробуем использовать его в качестве зениточки. Есть попадание. Ну, под колями, наверное, не надо было стрелять, надо было все-таки бронебойные заряжать. Тут, конечно, мой кусячик. Блин, вот АМЛ, ему прикольно, что он на дистанции может воевать, потому что у него все-таки пушечка с кумулями. Но это явно получше любого 30-мм орудия. Ой, опять маусы есть у тебя по килчатам. Три фрага, три ассиста уже есть. Если повезет, может еще кого-нибудь подцепим. Но, наверное, вряд ли. Он спереди что-то есть, не понимаю, что это, леопард вроде бы. Коля леопарда, не, АМ48. Так, в башню, в башню, в башню, давай, 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 красавчик. Не, все. Ай! Блин, нас гепард уничтожил. Кстати, вот, про что я вам и говорил. Вроде бы мы сейчас пропадали достаточно хорошо, но при этом у нас не было возможности нормального уничтожить тяжело. Хотя, с другой стороны, ты можешь не палиться против легкобронированной цели. Можешь просто начать обстреливать какой-нибудь бетер с дистанции и кроме звука он не поймет. Ну, давай, ну, ну, швальба. Ну, что ты так, а, улетел-то, а? Так, мне, наверное, показалось, что здесь звук двигателя был какой-то. О, бронебойка ваншотнул Хьюи. Рож. Ну, вот, можно как минимум по таким вот вертолетикам пострелять, которые подлетают на дарочек и просто ловишь их и бам-бам. Хотя тут, наверное, лучше фугасами было. Так что я даже и не знаю, что лучше. Фугасную ленту вторую брать, наполняемость. Или бронебойную оставить. Вроде на бронебойной тоже неплохо. Я бы не сказал, что прям отвратительно получилось что-то. Ну, все, победы у нас. Четыре фрага, пять ассистов, один за хват точки. Ну, в целом, тоже какой-то результат. В итоге, мы зафармили за этот бой четыре с половиной тысячи опыта и сорок пять тысяч серебра. Не особо густо, но для непременной техники в целом пойдет. Следующая карта у нас золотой карьер, которая в целом для подобных машинок неплохая, должна быть, но здесь, скорее всего, будет лобовое столкновение с противником. А это, конечно, совсем другой разговор. И советы опять за нас. Если повезет, встанем где-нибудь в уголочек, пропустим кого-нибудь и попробуем расстрелять, если выйдет. Ох, отражение в лужицах. Кстати, этих лужиц раньше не было. Как будто специально водички добавили, чтобы трейсинг было видно. Кстати, сегодня тоже вышло какое-то обновление. Кто-то из вас мог столкнуться с падением производительности при настройках, которые как бы раньше выдавали норм. Короче, вроде была найдена проблема. Да, ну нахрен. В общем, там в настройках блочилось использование DLSS, и вместо DLSS ставилось какое-то другое сглаживание, как я понял. И при этом одновременно был активирован SSAA. То есть разрешение фигачилось намного больше, чем нужно было вам. возможно у кого-то из вас именно из-за этого падение FPS были, поэтому обновляйте игру, если не обновили. И пробуйте настроить графику еще раз. Потому что DLSS просто не работал. При этом было еще хуже именно из SSAA. Вроде как я понял по описанию типа что-то типа того такое было написано. Так, мы еще забрали артушечку тип 75-й. Блин, почему я звук двигателя какой-то слышу сзади? Так, свои уже подъезжают. Это хорошо. Лучше чтобы рядышком всегда союзники стояли, чтобы тяжелых противников могли расстреливать с пушечек. Так, там уже зенитки работают. Так, это кто? Волкер-бальдог? Вот Волкер-бальдога мы еще можем с вами расстрелять. Кстати, от третьего лица неплохо. Это, нормально, что у них вся команда три фрага на всю именно команду сделала? Ой, 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 М47 прям на меня выкатился. У него был рикошет кумулятива от моей задницы прямоугольной. Конечно же, его сразу же уничтожили. War Thunder не перестает удивлять. Каждый день какая-то новая хрень появляется. Вот как вот здесь вот от этой вот жопы мог произойти нахрен рикошет кумулятивного снаряда? Ну, просто как? Я вот понятия не имею, как такое бывает. Может быть, среди вас есть какие-то инженеры, проектировщики снарядов, и они могут чисто теоретически нам рассказать в комментариях, как это происходит. Но мне что-то кажется, что здесь просто было бы взведение. Причем было бы еще забавнее, если бы у него был рикошет не в башню, а вообще, типа, в небо куда-нибудь. Я бы еще после этого выжил. Я бы тогда на месте этого челика на М47 вообще бы игру удалил нахрен, потому что, блин, там что-то есть, нас что-то объезжает. Вот он, итальянец. Блин, он меня тоже, походу, светанул и ждет меня. Как Фокс. Фокс такие же звуки издает. Ах ты жопа, противная. Я что-то тупанул так. Малейшая ошибка, и вы все, отъехали. Но он, естественно, сейчас будет стрелять ровно в то место, которое у меня торчит. Он мне выстрелил башню, и мы выжили. То, что сейчас происходит, это нормально? Или мне кажется, что цементр должен был отъехать от попадания кумулятивного снаряда? Хотя, если он стрелял хэшом, тогда вообще ничего удивительного нет. Хэш говно. На него никак не выкатится по-нормальному. Я его могу только засвечивать и кидать арту. А я не хочу помирать. Тэшка, если его как-нибудь там пулеметом прижмет хотя бы. Ну, или арта, чтобы его ушатало. Самолет вражеский прилетел. Давай, Тэшечка, давай. Давай, мой хороший. Выкатывай на него. Есть! Арта справилась. Ну, он в ловушке был. А я в этот раз не настолько сильно затупил, чтобы... Так, понятно. В один конец прилетел. Короче, не стал выкатываться на него. Слушайте, я удивлен. Два попадания кубулятива сожрать, причем еще как вон, прям без каких-то мега жестких разрушений. Как-то вот нам повезло, в общем, в этом плане. Мы точку захватили и победили. Мы первое место заняли. Как вообще? Ну, ладно. Ну и как итог, я могу сказать, что Сцимитар оказался, ну, скажем так, немножко сложной машиной в своем управлении. Реализовать ее не так уж и легко, но при этом, при должной сноровке, он вполне может даже выходить на первые места. Да, у вас не будет там 15 фрагов. Да, вы не будете особо эффективно сбивать самолеты, например, как с автопушки того же луча, а второго, на котором уже есть обзор. Но оказывать поддержку своим союзникам вы вполне способны. Подсветить врага, поставить на гуслю танк, на дистанции пробить борт какому-нибудь противнику, это тоже может эта пушка. Не хватает, конечно, катастрофически скорострельности и иногда урона. По попаданиям по машине, вы сами видели, оно какое-то, знаете, типа 50 на 50. Вроде вас и ваншотать должны, но при этом иногда вы что-то переживаете. И если есть прикрытие союзников, того, кто по вам стреляет, могут вполне уничтожить и вы выживете. Но, скажу так, кайфа от фрагов я лично, например, не особо испытал. Хотелось бы машину поэффективнее. Есть ли смысл ее выкачивать, если у вас есть фокс? В целом, большого смысла не вижу. По геймплею она ниже среднего, то есть все-таки надо очень стараться, чтобы ее реализовывал. Вот такое вот у меня мнение насчет сциметарки. Своё можете написать в комментариях. Если ролик понравился, подписывайтесь на канал, лайки ставьте, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мои другие каналы, помимо Ютуба еще во Вконтакте, Рутуб Дзен Бусти, на Бусти ранний доступ, а также прохождение игр выходит. Еще не забывайте пользоваться рефералкой, если донатите в War Thunder, а также заходите в мои соцсети в Телеграм и группу ВК. Ну а с вами был Фриман, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok